Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в городе Севастополе раскрыто убийство бывшего крымского архитектора. К правоохранителям поступила оперативная информация о том, что на территории одного из участков, расположенных на территории садового общества в Ленинском районе, убили мужчину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченный УБОП у МВД нашли тело мужчины на участке, на котором он проживал. Злоумышленники убили и закопали его в саду. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями в составе следственной оперативной группы, выехав туда, действительно был обнаружен труп жителя города Севастополя, пенсионера, который арендовал данный участок. На его теле было обнаружено начисленное колото ножевое ранение. Началась кропотливая работа по установлению злоумышленников, причастных к убийству. Правоохранители провели ряд разыскных мероприятий и установили, что на том же дачном участке, где жил погибший, изготавливали тандырную самсу несколько граждан иностранного государства. Месяц назад у него вышел спор с проживающимися здесь же лицами, которые занимались производством самсы. Скандал, он позвонил мне в дверь и сказал, что его найдут с перерезанным горлом. У него такие были слова. В последний раз я видел число, точно не могу сказать, может неделю, может полторы назад. Когда он купил компьютер, наверное, я ему настраивал его. И больше с тех пор я его не видел. В один из дней потерпевший распивал спиртные напитки с 20-летним производителем самсы. Между мужчинами началась ссора, и парень схватился за нож. Он убил пенсионера, а чтобы спрятать тело, пригласил еще двоих соотечественников. Злоумышленники закопали убитого в саду. Забрали его вещи, компьютер и другую оргтехнику, которую хотели продать. А также пытались завладеть автомобилем убитого им человека. Злоумышленник и человек, который совершил данное криминальное правонарушение, задержан и арестован. Возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115. В отношении его соучастников также проводится криминальное производство.